всем привет с вами шим очень рада видеть вас на своем канале вы смотрите ускоренную версию видео как я рисовала портрет мать это двойной портрет матери и ребенка а точнее моего племянника и его мамы мне хотелось его сделать современном стиле немножечко с долей модерна это будет карандашный рисунок в котором я буду использовать и мультилайнеры и браш пен также буду использовать свою любимую золотую краску и соус для того чтобы сделать подкладку под темные места на моем портрете как я делаю подобные работы сначала я делаю набросок эскиза несколько эскизов когда это нужно после чего я уже делаю эскиз на фотошопе особенно если я работаю с фотографией то я делаю коллаж уже рассказывала тоже об этом процессе видео о серии рисунков с облаками который называется сила природы там я делала по тому же принципу коллаж отдельно я отфотографировала маму отдельно отфотографировала ребенка наш все-таки для длительного портрета пока ребенок еще недостаточно взрослый поэтому мне пришлось работать полностью с фотографии и уже совмещала фотографию мамы фотографию ребенка фотографию орнамента который я выбрала и деформировала и в принципе половину орнамента я придумала сама как я делала круг чтобы не мучиться его отрисовывать я начала с того что круг перевела с монитора то есть увеличила до нужного мне размера круг на мониторе либо на телевизоре приложила бумагу и просто перевела таким же образом я перевела орнамент контур орнамента я перевела после того как уже отрисовала от руки персонажей то есть отрисовала маму и ребенка потом приложила потом опять приложила свой рисунок телевизору и перевела орнамент не вижу смысла вырисовывать орнамент от руки в данном случае то что мне надо чтобы он был точный и мне не хотелось на него тратить времени для того чтобы орнамент не залезал на лицо при последующей обрисовке проще сначала перевести их а потом уже орнамент но в эскизе у меня уже было точно распределено где что будет находиться после того как я наметила карандашом портреты и прорисовала где какие части лица у меня находится я заливаю самые темные места на моем портрете соусом для чего это делать для того чтобы мне не пришлось штриховать очень долго во первых темным карандашом во вторых мне не хотелось чтобы темный карандаш очень сильно бликовал и хотела сделать более плавный такой переход по соусу очень даже хорошо ложится карандаш мне нравится сочетать эти две техники хотя конечно же в светлых местах в местах где у меня лицо на лице вообще в принципе я ничего соусом не делаю все только карандашом потому что это слишком тонкая работа и мне хотелось сделать ее с видным штрихом и все от штриховать чтобы по ходу работы определять насколько плотным должен быть тон в той или иной части лица после того как я сделала подложку соусом под темные места на своем портрете я обвела все черные части орнамента мультилайнерами естественно по линейке чтобы у меня не было все криво косо использовал не линейку а кредитную карту потому что она достаточной длины после того как у меня был контур мне уже намного проще было маркером внутри залить все я использовала браш пен потому что он удобнее чем маркер так как у него тонкий кончик и при нажиме он делается толще то есть я нажимом могу корректировать насколько толстую линию я провожу все сделала черным после того как черные части моего орнамента были готовы мне оставалось только залить золотом использую я золото как всегда фирмы айдея это итальянские насколько я знаю краски всегда когда я не использую сусальное золото то я использую именно это золото в банках мне больше всего нравится как она ложится и это золото сделано также из потали то есть также сусального золота крошенного поэтому она дает такой красивый благородный цвет и блеск я использую чаще всего такой бронзовый цвет в зелену мне кажется он самый красивый благородный всех хотя также есть и медные оттенки и золотые оттенки оттенков кучу у этой фирмы первый вечер моей работы на этом она была закончена потому что мне надо было дождаться пока золото просохнет и на следующий день я уже начинаю прорисовывать портреты к орнаменту я больше не возвращаюсь то что он полностью готов теперь я начинаю постепенно прорисовывать портреты так как у меня все распределено уже на моих портретах было заранее пятнами большими светлыми и темными все черты лица были определены то я могу отрисовать сначала один портрет потом другой довести уже дома начинаю я с малыша конечно же весь портрет веду одновременно для того чтобы было понятно правильный ли тон я набрала чтобы было видно нужная ли степень детализация или надо где-то добавить где-то убавить волосы очень просто тут штриховать просто мягким карандашом я штрихую из темного к светлому таким образом штрих становится тоньше на выходе и создается иллюзия волосиков детских также конечно я затемняю глаза и лицо лицо штрихую разными карандашами для самых светлых частей конечно же я использую жесткий карандаш для более темных более мягкий карандаш но в основном все лицо я делаю карандашом h2h ой где 4h но это совсем маленькие участки для темных частей использую 6 и 8b еще почему очень хорошо делать подложку из соуса потому что он также хорошо стирается как и карандаш если вы рисуете на правильной бумаге поэтому обязательно сначала протестируйте стирается ли с вашей бумаги соус или нет то что самый главный вопрос по соусу всегда именно тот что он плохо стирается это проблема в бумаге я всегда работаю соусом на ватмане и поэтому избегаю этой проблем я знаю что на нем соус стирается великолепно в дальнейшем буду стирать принта клетчатый на рубашке у мамы и наращивать наращивать портрет и и детализировать цели не было никакого гиперреализма вы знаете я вообще гиперреализм не люблю но я все-таки рисую в реализме что такое реализм реализм это когда зритель понимает что изображено это может быть и большими штрихами широким штрихом толстым штрихом это может быть очень мелким штрихом это может быть большими мазками если речь идет о живописи а также может быть очень деликатно написано тонко и то и то реализм но гиперреализм это когда как фотография что настолько гипер что даже страшно становится вот такое я не люблю я не могу назвать эту работу детальной скорее здесь мне хотелось использовать прием совершенно плоского, такого грубого орнамента графичного, и на фоне него рисунок, даже не очень сильно детализированный, кажется более живым, кожа кажется более олощеным, и рисунок кажется детальнее. Мне очень понравилось работать в этом рисунке над волосами, особенно волосами мамы, тоже очень просто их заливать. Для того, чтобы волосы казались более детальными, я просто вывела некоторые волосинки и отдельными линиями их провела с разным нажимом на карандаш, и сразу создается ощущение детальности и живости портрета, что не все зализано, и рисунок не выглядит мертвым благодаря этому. Очень важным для меня было в композиции этого портрета, чтобы белые пятна в их сливались с фоном, то есть, чтобы не было стыков в части футболки и в части портрета мамы, белое перетекало из портрета в фон, то есть из тон до вот этого круга, в котором я рисую, в фон. Поэтому, конечно, если речь идет об оформлении этого портрета, то это должно быть видно, то есть нельзя закрыть паспарту впритык к портрету, должно быть видно, как белое сливается. Выбор рамы и паспарту, это, конечно, отдельный вопрос для художника, я считаю, что именно сам художник должен это делать, но если заказчик ориентируется на то, какой интерьер у него, естественно, любая рама должна подходить именно к интерьеру, то лучше всего, чтобы заказчик советовался с художником, то есть посоветовался с художником о типе паспарту, а все остальное заказчик уже может сделать на свое усмотрение. Это работа не на заказ, а для души, поэтому тут, естественно, все выбирать буду я. На последнем этапе работы я отхожу издалека, смотрю на свою работу, где мне что добавить, где что убавить. Разумеется, ставлю свою подпись и брызгаю работу фиксативом, так как это соус и мягкий очень карандаш, то работу я советую брызгать фиксативом, тогда она не будет мазаться. Конечно, если вы пальцем будете ее со всей силы тереть, она размажется, но я говорю о каких-то более реалистичных повреждениях, когда, например, у вас в папке хранится много работы, вы достаете работу, если у вас очень мягкий карандаш не побрызган фиксативом, то она будет смазываться со временем все больше и больше. Если говорить о фиксативе, часто меня спрашиваете, все время использую один и тот же от Винзора Ньютон в аэрозоле. Покупайте только аэрозоли. Есть такие фиксативы в баночке, которые по идее через трубочку вы должны их сами дыханием выдувать. Это полная ерунда, я вот не смогла это сделать. Вся работа покоробилась, остались пятна, фиксатив распределяется неровно. В общем, не портите свою работу, просто купите фиксатив. Если у вас недостаточно средств на то, чтобы купить дорогой фиксатив, купите хороший лак для волос. По моему опыту лак для волос хорош для набросков, в котором не принципиально коробят ли бумагу, угольных каких-то, но для работ, которые вы хотите повесить в рамку или продать, в общем, если вы хотите, чтобы ваша работа осталась гладкая, а не волнистая, то лучше все-таки фиксатив купите. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok